Мои года, мое богатство. Это слова про людей, которые собрались сегодня в Самарском дворце ветеранов. Представители серебряного возраста пригласили по случаю двух праздничных дат. Международного дня пожилого человека, который отмечается 1 октября, и дня учителя. Так как пожилой человек прожил большую жизнь, он уже сам по себе учитель. Учитель в жизни, учитель по работе, учитель просто, потому что он уже немножечко больше знает, чем мы. Поэтому мы решили объединить два мероприятия. Мы отмечаем День пожилого человека и День учителя одновременно. В зале дворца ветеранов собрались более 70 человек. Для пожилых людей организовали праздничный концерт. Перед гостями выступили танцевальные и вокальные коллективы разных возрастов. Пусть огнями прольется живая вода, на итане искушенный шлях. Для меня вот прийти во дворец ветеранов – это уже праздник. Здесь такие светлые люди, они встречаются улыбкой. И, естественно, ты приходишь с улыбкой, делишься своим позитивом. Потому что в наше трудное время позитив и счастье, улыбка – это самое ценное в жизни. Человек, который улыбается, ему легче жить. Праздник для взыскательной публики устроили сотрудники Самарского дворца ветеранов совместно с городским обществом инвалидов. В пожилом возрасте человек особенно нуждается. Нуждается и в добром слове, и просто в ощущении своей причастности к жизни, к тому большому обществу, в котором мы все живем. И самое страшное для человека, который ушел на пенсию, именно быть оторванным и изолированным. А дворец ветеранов – это все позволяет уменьшить и в то же время дать пожилому человеку уверенность и стабильность в жизни. Такие концерты уже стали традицией. Домой гости ушли с подарками и хорошим настроением. Светлана Тимофеева, Николай Сидоров. События.